Завтра Центральной городской библиотеки имени Льва Толстого исполняется 115 лет со дня основания. О ее истории, успехах и достижениях в коллективе, а также инновационных технологиях говорим сегодня в рамках программы «В контексте». У нас в гостях директор Центральной городской библиотеки имени Льва Толстого и библиотечной системы для взрослых Елена Волкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Анатольевна, примите наши поздравления с наступающей юбилейной датой. Желаем вам процветания, пополнения библиотечных фондов, благодарных читателей и творческой дружественной атмосферы в коллективе. В этот день расскажите нам об основании библиотеки, при каких обстоятельствах она появилась, какой она была сначала и какой же она стала теперь. Действительно, завтра очень знаменательный день, я думаю, не только для нашего коллектива, но и для всего культурного сообщества города Севастополя. Потому что 115 лет назад, 22 апреля, в 14 часов дня в городе Севастополе были распахнуты двери первой публичной массовой библиотеки для севастопольцев. Библиотека была создана по инициативе городской управы. И нужно отдать должное, что в этом году мы провели предварительную работу, очень большую, с архивными документами. И действительно доказали, что именно 22 апреля является днем основания библиотеки. Потому что до этого года дни рождения библиотеки отмечались почему-то в январе. Мы этим гордимся. Теперь уже историческая справедливость вас так расплавала. Есть доказательства прямые. Да, это очень важно. И вот 115 лет назад, что представляла из себя библиотека? Открыта она была на улице Большой Морской. Это первый юридический адрес, Большая Морская, дом 35. Фонд библиотеки был небольшой, 3000 экземпляров. Для сравнения, сегодня фонд библиотеки Центральной насчитывает более 300 тысяч экземпляров. Откуда взялись эти книги 3000? Это в основном были пожертвования горожан, севастопольцев. И немножечко книг было приобретено на средства городской управы. Любой житель Севастополя, любой приезжий в наш город человек мог записаться в библиотеку, а бонплата составляла всего 1 рубль в год. Субсидии из городского бюджета, из городской казны в то время составляли 570 рублей. На эти деньги библиотека существовала, пополняла книжные фонды и развивалась. А какие структурные подразделения были тогда или нет? И какие есть сейчас? В то время структурных подразделений как таковых не было. А вот сегодня я вам могу сказать, что сегодня структурные подразделения Центральной городской библиотеки, их 16, это отделы и сектора. Всевозможные направления работы охвачены, очень много сотрудников работает. Новые направления работы мы осваиваем, такие как, скажем, у нас создан отдел маркетинга и рекламы впервые. Мы занимаемся популяризацией нашей деятельности, мы позиционируем себя с позитивной стороны и в культурном пространстве города Севастополя. Ну и сейчас уже, скажем так, на безграничных просторах Российской Федерации. Потому что очень хочется быть равными среди равных, мы к этому стремимся. Если говорить о коллективе, каков был он в самом начале, сколько человек работало и как представлен сейчас? В самом начале коллектив в библиотеке был не более пяти человек. Для сравнения, сегодня, сейчас в библиотеке Центральной трудится 135 человек. 135 – это достаточно большой штат. Из них 58 высококлассных специалистов, которые имеют высшее библиотечное образование. Поэтому о профессионализме наших сотрудников говорить не приходится. Коллектив очень высокопрофессиональный. Кроме этого, трудится технический персонал, это инженеры-программисты, это маркетологи, это специалисты по досуговой деятельности, это юридическая служба, кадровая служба, ну и так далее, и так далее. То есть очень большой коллектив трудится над тем, чтобы жители нашего города Севастополя имели полноценный доступ к нашим информационным ресурсам. Мы этим гордимся. Какие-то мероприятия к этой дате запланированы, будут проведены в вашей стиле? Конечно, конечно. Для нас завтра очень знаковый, очень ответственный день, потому что в 15 часов состоится у нас торжественное собрание, на которое мы пригласили наших гостей, почетных гостей. Будет руководство города, будет департамент культуры, законодательное собрание, представители правительства, а также все наши друзья и партнеры, с которыми мы поддерживаем теплые дружеские отношения. Это творческие союзы, объединение граждан, это учебные заведения, это наше заведение культуры, с которым мы очень тесно работаем. И я вот пользуюсь случаем, хочу выразить благодарность всем учреждениям культуры города Севастополя, которые нас поддержали в проведении юбилейных мероприятий, а также в проведении всероссийской акции «Библионочь», которая вот по стечению обстоятельств, так уж получилась, наверное, эта судьба, также будет отмечаться завтра. После торжественного собрания мы плавно перейдем в «Библионочь» и будем радовать наших читателей вот такими необычными сюрпризами. Мы откроем все отделы, все наши площадки библиотечные. Мы пригласим наших читателей даже в святая в святых. Закрытый отдел библиотеки, самый закрытый отдел, это наше книгохранение. И там вот состоятся такие вот тоже интересные мероприятия. Всех секретов открывать не хочу, но будет очень-очень интересно. Сегодня век информационных технологий. Ходят ли посетители в библиотеку? Ведь много литературы, можно найти в сети интернет. У нас есть опрос на эту тему. Давайте послушаем, что думают наши жители. Да, хожу. Ну, раз в неделю бывает. Ну да, хожу. Пару раз в неделю. Ну, честно, иногда хожу. Раз в месяц. Иногда. Когда в школе говорят в библиотеку за эти книжки взять, тогда хожу. Да, ходим, особенно когда готовимся к экзаменам. Раз в семестр. Да. Ну, раз в семестр точно. В среду, в пятницу. За электронными книгами будущее, но я думаю, что печатать книги все равно будут, и это еще не скоро полностью заменят. Многим удобнее просто зайти в интернет и прочитать что-либо там, чем идти куда-нибудь в библиотеку. Что обычно? Наверное. Нет, я считаю, что электронные форматы никогда не заменят бумажный. Никогда? Никогда. Нет, никогда. Ну, наверное, да. Елена Анатольевна, какая на самом деле посещаемость, вот если говорить фактически, сколько посетителей в вашей системе, и кто в основном ходит, и чем больше интересуется сегодня? Вы знаете, очень приятно, что опрос провели именно среди молодых читателей, среди молодых севастопольцев, потому что сейчас идет, как бы вот, ну, не скажу борьба, но большая работа по привлечению именно молодежи. Молодежь немножко потерялась в этом, в электронном мире, в этих просторах бескрайних интернета, но отрадно то, что молодые люди понимают, что печатная книга, она была, есть и будет. Она никогда не уйдет из нашей жизни. Потреблять информацию, конечно же, можно и с экрана компьютера, но читать литературу для души, читать художественную литературу обязательно нужно с печатного листа, потому что контакт с материальным носителем не заменит, ну, как бы, те ощущения, которые мы получаем в результате прочтения художественной литературы. Мы очень рады, что молодые читатели вот ходят в библиотеку, и вы знаете, даже тот недавний, казалось бы, вот худо без добра не бывает. Зиму мы просидели с вами без света, да, blackout так называемый, но в центральной городской библиотеке свет не тушили практически никогда, поэтому залы в вечернее время у нас были переполнены, люди открыли для себя возможности библиотеки. И сейчас вот библиотека не просто место, куда приходят взять информацию, взять нужную книгу, но библиотека становится площадкой для социокультурного общения, и это очень-очень важно, потому что библиотеки на сегодня должны стать, необходимо, чтобы они стали центрами притяжения. А для этого, конечно же, необходимо библиотеку сегодняшнего дня, библиотеку современную модернизировать, оснастить новыми технологиями. Конечно же, в библиотеке должно быть тепло, уютно и комфортно, поэтому мы сейчас внедряем новый модельный стандарт деятельности библиотек, утвержденный в Российской Федерации. Мы стремимся к хорошему. А что касается цифр, то ежегодно новых читателей в библиотеку приходит записано. Порядка 15 тысяч, может быть, где-то больше, где-то меньше. 70 тысяч мы обслужили в прошлом году читателей. Ну, достаточно серьезная цифра. Сейчас мы ввели единый сектор учета. То есть, как бы, стремимся к достоверным цифрам, чтобы иметь реальную картину, что же все-таки в городе происходит и насколько Севастополь является читающим городом, читающим регионом. И вот, пользуясь случаем, хочу похвастать, что в прошлом году мы реализовали большой, масштабный, участвовали во всероссийском проекте, читающий регион. Мы сделали свой проект «Читающий Севастополь». И благодаря участию в этом проекте мы, город, вернее, город Севастополь получил почетную грамоту, где нашему городу присвоено звание «Читающий флагман России». То есть, в этом есть и наш труд, вот труд нашего коллектива. Мы этим тоже гордимся. Можно смело утверждать, что треть населения Севастополя является читающей, посещает библиотечные фонды. Мы делали срез наших читателей. Мы постоянно проводим какие-то изыскания, научные исследования. И если говорить, кто же читает все-таки, кто же больше всего читает? Конечно, надо признать, что это взрослая публика, это работающие, служащие, рабочие, служащие, это пенсионеры. Но и достаточно, вот в последние годы возросла доля студенческой молодежи. Это радует. Просто знания в книге. Да. Настоящее знание. А есть ли в библиотеке инновационные технологии для читателей? Ведь мы же живем в современном мире, и доступная среда тоже является одним из пунктов вашей программы. Конечно, безусловно. Основа нашей деятельности, сохраняя традиции, сохраняя все лучшее, что было заложено в библиотечном деле нашими предшественниками, мы движемся вперед и пытаемся шагать в ногу со временем. Поэтому, безусловно, мы внедряем новые проекты, новые технологии. У нас очень много создано творческих объединений на базе библиотеки. У нас успешно функционирует такая форма работы, инновационная, как виртуальный читальный зал. Это совместный проект с Российской государственной библиотекой. У нас любой читатель может прийти в библиотеку именно из библиотеки. Дома он этого сделать не может. И в удаленном доступе получить доступ к безграничным информационным ресурсам, которые хранятся в фондах Российской государственной библиотеки. Будь то рукописи, монографии, художественная литература, литература по искусству. То есть на любом языке, ко всем печатным и непечатным электронным источникам. Опять-таки предметом нашей гордости является то, что в прошлом году в рамках федеральной программы «Доступная среда» на базе Центральной городской библиотеки был открыт новый отдел. Отдел по работе со слабовидящей категорией населения. Потому что, выполняя наказы государства, ну и собственно, как развитое цивилизованное общество, мы должны одинаковое внимание уделять как полноценным гражданам, так и гражданам, которые имеют какие-либо отклонения в здоровье. Вот мы для себя определили категорию слабовидящих. Их достаточно много в нашем городе. Поэтому в прошлом году по программе более миллиона рублей было потрачено на закупку специализированного оборудования, которое помогает данной категории читателей иметь беспрепятственный доступ к информации. Это аппаратура, которая оборудована шрифтом Брайля. Это специально тифлоинформационные какие-то технологии, которые на уровне звукового восприятия помогают человеку, невидящему и тотально незрячему, ориентироваться в литературном мире, в литературном пространстве. Ну и, конечно, основными советчиками, основными навигаторами в этой деятельности являются наши библиотекари, специалисты данного отдела. А работа библиотеки была бы невозможной без взаимодействия вашего дружного и творческого коллектива. Давайте несколько слов о нем. Безусловно. Я уже сказала, что 16 отделов и секторов нашей библиотеки, они объединяют коллектив. 135 человек. 135 человек как единый механизм, как дружный коллектив трудятся над выполнением основных задач, которые стоят перед библиотекой. Библиотека сегодня – это информационный, это культурно-просветительский, это досуговый, это образовательный центр. И каждый человек является незаменимым в нашем коллективе. Каждый человек является профессионалом в своем деле. Потому что трудиться в центральной городской библиотеке, поверьте, это большая честь. Мы еще имеем 40 филиалов по Севастопольскому региону. Это городская черта, пригородная, сельская зона. Но в центральной библиотеке работают специалисты высокого класса. Поэтому, пользуясь случаем, я поздравляю свой коллектив. Я благодарна своей команде, которая трудится вместе со мной. И для меня большая честь возглавлять такой замечательный коллектив. Это самый большой коллектив централизованной библиотечной системы. Это самый большой трудовой коллектив в отрасли культура. Ну и трудятся там, конечно же, в основном женщины, преданные своему делу люди. У нас есть как раз-таки видеоролик о предстоящем завтрашнем мероприятии «Библионочи». Давайте его посмотрим. Центральная городская библиотека имени Льва Николаевича Толстого представляет. 22 апреля в 18.00 ежегодный Всероссийский фестиваль в поддержку чтения «Библионочь». В эту ночь библиотеки демонстрируют все возможности расширенного формата работы. В рамках года Всероссийского кино «Библионочь» проходит под девизом «Читай кино». В этом году читателей ждут. На площадке перед библиотекой скейт-роллер-джаз. Мистик-тур подземелья, который откроет тайны книгохранилища. Весь вечер для вас работает ретро-кинозал и экспозиция от великого немого до реального цифрового. Для желающих получить свой портрет или фото – интерактивный бум. Скайп-вечеринка с ведущим автором цифровой живописи Алексеем Андреевым. Город Санкт-Петербург. В арт-шоу «Отдельная реальность». Для талантливых и дерзких – ночной микрофон. Для интеллектуалов и литературоведов – детективный квест и большое игровое поле «Играфишка». Бейкер-стрит – интерактивная игра с выставкой-загадкой. Активные и смелые получат бесплатные билеты на ночной сеанс в кинотеатр «Победа». В 2016 году «Библионочь» станет ярким событием в череде юбилейных мероприятий к 115-летию Толстовки. Мы передаем эстафету от года литературы к году кино. Мы начинаем. Камера. Мотор. Читаем. Насыщенная программа. На этой ноте мы завершаем нашу передачу. Еще раз поздравляем старейшую библиотеку города с наступающей 115-й юбилейной годовщиной со дня основания. Развитие вашей системы и реализация всего запланированного. Благодарим за вашу деятельность, ваш вклад в культурную и образовательную жизнь города. Спасибо большое. Чтение – вот лучшее учение, говорил создатель современного русского литературного языка Александр Сергеевич Пушкин. Трудно не согласиться с ним. Сегодня читать это модно. Напомню, накануне юбилейного дня рождения Центральной городской библиотеки имени Льва Толстова говорили о ее деятельности с директором Еленой Волковой. На этом мы ставим точку. Эфир телеканала продолжается. Впереди много достойных внимания тем. Оставайтесь с нами. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»